Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Евгений. Сегодня мы продолжим изучать программу E-CAM версии 5.0. Сегодня мы будем с вами затрагивать тему токарная обработка. Как я говорил ранее, в токарной обработке, к сожалению, я не смог достичь каких-то таких весомых результатов. Поэтому данное видео я разделю на две части. В первой части я покажу, что все-таки мне удалось. А во втором видео я запишу интернет-ресурс, где автор в полной мере показывает токарную обработку в этой программе. Но перед тем, как мы начнем с токарной обработкой, вернемся к нашей фрезерной детали. И вот, например, сегодня, как вы видите, суббота, 5 августа. И если сейчас мы будем выводить управляющую программу, здесь у нас везде с вами стояло, давайте вспомним, вот Adaptive, то есть динамическое вот это, и мы захотим вывести УП, то мы видим, что, к сожалению, этого сделать мы не можем, потому что на выходных активируется лицензия для выходных дней, поэтому это нельзя будет вывести эту операцию. Но это так. Теперь давайте перейдем к токарной обработке. Значит, сейчас немножко вообще просто, как она включается и что вообще можно там делать. Значит, вот здесь, в этой панели CAM, выбираем токарную, New Setup. Чтобы здесь развернулись оси правильно, мы несколько раз, вот видите, здесь надо было два раза нажать на ISO, и теперь у нас получается, что вот эта ось будет Z, а наверху будет ось X. Изначально такого не было, то есть мы на ISO жмем. Значит, дальше здесь есть возможность выбрать только две оси, можно выбрать, чтобы было дополнительное Live Tool, это получается активный инструмент, и можно вообще выбрать CNY Axis, получается Y ось, что позволяет фрезеровать какие-нибудь лыски и вообще позволяет полностью расширить функционал токарной обработки. Ну и дальше есть еще четырехосевая и пятиосевая, но мы их не затрагиваем. Дальше мы выбираем, где будет нулевая точка, вот эта вот, вот эта вот, здесь вот, вы видите. Вот, насколько она может быть смещена, если это надо. Здесь выбираете номер программы, и здесь ограничение шпинделя по оборотам. Дальше вам программа предлагает выбрать заготовку, которая будет. Вы выбираете относительно параметров заготовки, которые вы хотите использовать для обработки своей детали. Вроде бы все понятно. Значит, наружный диаметр, можно задать внутренний диаметр, длина детали. Вот этот вот припуск, получается, сейчас вот мы если поставим вот так, мы видим, что припуск с этой стороны, или вообще ноль, его нету, и припуск сзади. Вот, вроде бы все понятно. Ну, а теперь давайте рассмотрим непосредственно те функции, которые я смог, как говорится, понять и могу с вами поделиться. Ну, давайте перейдем. Первая функция, которая легко поднимается к восприятию, это канавки. То есть, мы сейчас будем говорить с вами о наружных канавках, они находятся вот здесь вот. Вот, значит, External Grooving. Значит, есть возможность как бы выбрать геометрию, которая была уже создана перед этим, из геометрии, либо 3D-модели, которую можно сюда по координатам, и можно вот выбрать стандартную игру, канавку, либо V-образную. Значит, вот, если мы сейчас... Я уже прорисовал вот эту канавку, давайте посмотрим. То есть, когда вы выбираете вот из этого меню, то есть, это стандартное, открывается вот такое вот меню, где очень все, в принципе, легко понять. То есть, вам надо задать наружный диаметр, вот он даже вам подсказывает глубину канавки, на каком диаметре она будет. То есть, вот если вы здесь что-то меняете, программа автоматически перестраивается, да, то есть, все очень так понятно. Ширину канавки, начало канавки, то есть, вот, откуда она будет начинаться. Вот я сделал ее из 10 мм. То есть, вот здесь у нас 0, вот здесь вот 0, и вот здесь вот начало у нее будет 10 мм. Дальше можно задать размер радиуса, либо скругление фаски. Значит, здесь у нас фаска, а здесь у нас будет скругление, радиус. то есть, но, к сожалению, задать с этой стороны, например, фаску, а с этой стороны скругление не представляется возможным в данной операции. То есть, либо одно, либо другое. То же самое можно сделать и внутри канавки. То есть, мы выбираем здесь, видите, да, после нажимаете ОК, и идет небольшой пересчет. И вот здесь вот я сейчас выбрал черновое точение. Вот можно сделать чистовое. То есть, здесь вы выбираете инструмент. Инструмент, в принципе, вам уже по умолчанию какой-то подвязывается. здесь режимы резания. Здесь сам геометрия. То есть, у вас может быть резец, там, вы ставите 2 мм, 4 мм. Вот относительно, чем шире инструмент, будет быстрее обрабатываться канавка, то также может и возникнуть на него нагрузка больше. А также, чтобы вот эту вот нагрузку убрать, можно поставить вот этот вот шаг по глубине. То есть, инструмент будет идти постепенно. То есть, вот, стоит 1 мм, если поставить 0,5, давайте сейчас просимулируем, посмотрим, да. Ну и чем вот этот вот шаг мельче, тем дольше у вас будет идти обработка и управляющая программа будет больше. Здесь метод чернового уточения. Здесь, если надо ставить припуск под чистовой проход. В принципе, все легко и понятно, да. То же самое происходит у нас и с канавкой V-образной. Единственное, здесь уже нету подсказок, поэтому наружный диаметр 80 я поставил, здесь 40. Вы видите, да, что меняя его, меняется сама канавка. То есть, вот этот вот 10 мм, это получается, по-моему, этот диаметр. Ну, здесь радиус. Сейчас я задал. Допустим, если сделать единичку, то вот. Например, там, да, пускай будет. Это у нас получается ширина. Это внутри, какой он будет. Ну вот. И это получается у нас опять же на каком расстоянии от торца от этой нулевой точки он будет расположен. Такие же настройки. Но здесь вот уже шаг по глубине будет более заметен. Поэтому тоже давайте просимулируем. Вот видите, постепенно, так тык-тык-тык идет. А если отключить, будет идти сразу. Ну, давайте сразу выведем УП и посмотрим, что там происходит. Вот такой вот будет длинная УП управляющая программа. Ее можно просимулировать будет на где-нибудь там. Следующий момент, который я хотел бы вам показать, это, например, резьба, которая тоже довольно доступна. У нас создана заготовка уже с наружным диаметром под размер резьбы. Она была на 45 миллиметров. И вот здесь вот при выборе резьбы можете выбрать таблицей пользоваться. Вот тут вот Thread Table. На нее нажимаете и есть разные варианты резьбы. Вот их сколько раз, сколько их разных вариантов. Я выбрал метрическую, 45 шаг 3. Вот эти параметры он все посчитал сам. вам единственное надо задать то, что откуда начинается резьба, это с нуля, от торца, на какую длину, допустим, 30 миллиметров, вы видите, что здесь вот резьба будет заканчиваться. Это он тоже сам предлагает вам вот это расстояние от торца. Вот это начало врезания. шаг берется отсюда, 45 диаметр, а здесь можете задать сколько хотите, за сколько проходов он режет. Например, за 10 или за 1. Ну, за 1, скорее всего, не получится, давайте там 5. Вот, вот эти 5 проходов, 1, 2, 3, 4, 5, и здесь можно еще включить финишный проход. вот он где-то здесь вот видно его появляется. В принципе, тоже все понятно. И сейчас вернемся к такому моменту, что посмотрим на торцевание и посмотрим на точение контура. Значит, могу сразу сказать, что контур импортировать с DXF или с DWG у меня не получилось. поэтому этот контур я прочерчивал сам. То есть, сейчас мы посмотрим такой момент, как значит, момент торцевания надо ставить припуск. Вот здесь вот вы оставляете припуск. Он 2 миллиметра у меня. И потом, когда выбираете операцию Face Turning, то он автоматически распознает вот этот припуск и обрабатывает. Что здесь такое может быть интересно, что здесь уже сразу рассчитано вот этот вот проход, который должен быть ниже. Ну, по факту все его берут 2R. Здесь программа рассчитала сама. Если вы с этим недовольны, то можно задать это расстояние самому. То есть, максимально у нас 80. Ну, а здесь, например, минус 1,6. Давайте сейчас сделаем Trans-Hiden. Вот так вот. То есть, видим, да, что изменилось значение. Допустим, если сделать минус 10, то инструмент еще ниже уйдет. Если взять, не знаю, там, минус 25, то вот так вот вообще ниже, еще ниже он ушел. Вот. Тем самым можно регулировать самому, а можно делать с помощью программы. Еще это такой интересный момент, что можно сделать либо фаску вот здесь вот на верхнем диаметре. Вот она получается такая. Либо можно сделать скругление радиус. То есть вот программа ее может вас распознать. То есть если вам надо торцевать и вы хотите сделать фаску, то не надо создавать какую-то дополнительную геометрию, а просто вот здесь поставить такие параметры. Можно сделать можно сделать ну да, можно выбрать чистовое точение или членовое тоже здесь. Здесь выбирается резет. По поводу листов сейчас поговорим чуть-чуть позже в следующей операции. Значится здесь когда вам надо будет точить контур давайте вот такое нам надо было точить то его надо создать то есть там открывается такое меню и вы его создаете создавать его можно будет через ну давайте нам будет проще показать вот можно собрать его через профиль либо через геометрию так давайте его создадим значит заходим extra turning и здесь нажимаем например step profile и вот здесь можно его рисовать то есть вы берете и рисуете ну по тому чертежу по которому вы должны его создать а как его редактировать так как он не является париметрический но это конечно будет вопрос так и давайте эта линия нам будет не нужна и вот этот вот элемент мы чуть чуть сделаем длиннее до сюда вот так вот окей а теперь зайдем и выберем эту геометрию и видите что создается обработка вот таким вот образом вернемся к предыдущему к этому варианту это давайте удалим то есть если бы можно было как-то импортировать контур и с ним работать было бы куда проще но я не смог что здесь интересно рассмотреть вот это значит есть такой момент что можно оставлять припуск чтобы расписать вот эту траекторию можно использовать цикл тогда надо включить макро давайте уберем макро и посмотрим вот видим что экстернаторник будет вот такой длинный код если мы сейчас переходим сюда и включаем макро и еще раз выводим программу то мы видим что здесь появляется вот этот вот код g71 это цикл наружного чернового точения то есть код становится меньше что еще здесь такое интересно можно посмотреть это что можно поставить чтобы и чистовой контур был сделан тем же инструментом если надо и здесь еще хочу посоветовать что есть вот этот вот для обработки вот этого поднутрения надо будет включить здесь вот такую штуку как tool geometry например если don't launch то вот этот момент будет не обработан также можно сделать на острых углах скругление то есть давайте посмотрим сейчас поговорим по поводу инструмента да видим да что здесь такой появился радиус по поводу инструмента значит чтобы изменить инструмент вот здесь надо было поменять на tool insert вот то есть здесь меняется и меняете сама траектория ну например давайте вот такой поставим инструмент и посмотрим на симуляцию вот видите что изменился профиль резца и еще в заключении операция с которой тоже легко разобраться это операция сверления то есть просто выбираете вот вот то есть надо будет здесь нажать на drill вот здесь выбрать инструмент сверло его размер поставить на какое расстояние от какого будет безопасное расстояние потом торец и на как глубоко вы хотите сверлиться ну например минус там 50 например и вот у нас до сюда идет сверление здесь как говорится надо ли докуда доходит допустим эти 50 миллиметров это будет именно до кончика сверла либо если вы сейчас поставите то получается 50 миллиметров чисто до вот этого места до его диаметра вот так вот вот таким вот образом за 20 минут я вам показал что я смог как говорится распознать в этой программе могу сказать свое заключение да программа интересная но надо разбираться я разобраться не смог поэтому желаю удачи вам всего хорошего до новых встреч